снова всем привет я продолжаю играть в planet explorers на досуге я снова залез конструктор конечно же там есть шаблон нормального корабля не вот это вот убожество которое видимо я все таки делал когда-то но такая вот лодочка и в общем то здесь нам не так уж много надо нужны три вот таких топливных элементов внутри стали это можно сделать остальное я уже накрафтил тут вот руль а вот большой такой корабль мы сейчас скрафтить не можем потому что вот эти вот штуки как бы на управляющая вот это вот консоль она крафтится только на базе вот поэтому и еще я вот купил таки стальную броню альфонсо не стал брать рецепты прямо купил готовую броню средства мне позволяют и здесь вот вот этой ролл я нашел смотрите планер планер это очень хорошая вещь обязательно нужно купить рецепт я не буду брать также рецепт кровати я у нее купил у нее тут вот обширный диалог но мы позже с ней поговорим более обстоятельно сейчас я бы хотел найти рецепт все-таки вот этого топливного элемента потому что мне его не дали я его не вижу у себя в списке то есть топливные элементы есть но я так понял по внешнему виду не отличаются от тот который для корабля и тот который для автомобиля кто у нас продает но этот метод продает оружие вот кто же не продает так весь у нас всякая жрачка по моему да распрыскать удобрений на типа фермера мне сдается что это нам продает но он с нами сейчас торговать не будет потому что он у нас как бы здесь не отображать он у нас квестом привязан мы с ним не можем в диалог вступить сопроводить его нужно я так надеялся прогуляться вот по этой вот речушки даже не знаю это жаль конечно жаль но у нас есть планер друзья это просто просто радость неописуемая сейчас я попробую его продемонстрировать если получится я вспомню как это делается это прямо вещь но на связист как мы знаем это ролл сходить на запад изучить явление радио помех так недолго побуду с тобой ну видимо нет выбора действительно пускай идет будут меня защищать вдвоем ролл это конечно боец наверно не ахти какой так но я не знаю сможем ли мы отсюда спрыгнуть нормально о друзья не очень здесь высота не очень большая поэтому она не получается и видимо придется мне пешком сейчас бежать опять через этот лес к лагерю одисы сопроводить туда на на чтобы он смог сама торговать чтобы я мог купить у него рецепторы готовы уже топливный элемент здесь в лесу конечно мы не разгуляемся с этим планером особо блин вот да вот он раскрывается но не хватает высоты вот друзья вот она вот она то за что я полюбил эту игру я знаю что в последней версии майнкрафта добавили такую штуку но я в майнкрафте не летал не знаем не сравнить сложно но мне кажется здесь точнее я уверен что здесь она появилась раньше идея наверное это не новая конечно не буду говорить что это прям плагиат но друзья мы летим летим над лесом отлично ну компанию на наши они скриптом добегут не буду их так прям тащить за собой единственное что плохо то что но если все время так вот пытаться планировать да не теряя высоту то он теряет скорости полет не очень продолжительный получается здесь просто спуск идет когда рельеф идет к низу и поэтому у нас так вот удачно получилось надо скриншот сделать лично я очень рад друзья я просто в восторге теперь надо приземлиться как-то чудесным образом и не разбиться при этом ну разбиться здесь вроде бы нельзя я отчета не припоминаю чтобы я получал повреждения но все таки надо хотя бы поближе к месту нашему я увлекся и немножко пролетел в сторону а маневренность у этого планера как видите ну фактически никакая а дело кстати уже к вечеру медведи что не исполнится видимо все таки скриптом они попробуем сейчас на всем ходу оба ну повреждение есть довольно таки существенно вот наши ребята сразу же появились это конечно не очень реалистично но полет все искупает ну чё он будет торговать вот побежал и дружище мы пришли в лагерь одисы вот она сама одиса все отлично так здорово тебя видеть опять нападение нет просто не рады спорят о политике нам нужно поговорить о технике северо-северо-западе отсюда остальные марсиане у нас же здесь не будет политических проблем не так ли потому что они мне неприятны нет нет не беспокойся говорит она просто ворсивая по характеру наконец-то я смогу присоединиться к своим друзьям дейта она тоже марсианка так ну давайте расспросим все-таки не все земляне горит мне неприятны все сложнее в отличие от землян численность марсиан всегда была небольшой мало кто из нас пережил войну без потерь прошлое конечно лучше бы забыть но сделать это совсем непросто почему ты участвуешь в миссии стандартный видимо вопрос здесь хотелось начать все заново на марсе меня ничто не держало просьба пока не исполнена так до свидания мне нужен нам мне нужно его его рецепты или это не он торгует мне показалось нет вроде все верно топливный элемент но обычный то есть тот который мы использовали для производства автомобиля неужели это мне показалось и они одинаковые хотя по внешнему виду все таки разница есть не знаю сейчас я попробую один скрафтить пока что мы не будем сейчас ни с кем говорить давайте сосредоточимся на производстве корабля все таки вот нам нужен топливный элемент для него 10 что это топлива и 10 пластика время к вечеру вряд ли мы уже куда-то пойдем то есть только поплывем здесь ночью там в воде никто не у нас за жопу не укусит вообще боюсь плавать сам поэтому и в давайте посмотрим давайте посмотрим 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 мы нет все таки топливный элемент другой на корабле кто же ими торгует давайте посмотрим повнимательнее вдруг я что-то пропустил ну кстати продает эти большие рубки но цена на них конечно кусается мотоциклетное седло так это нам не нужно пока что но я не вижу друзья я не вижу такой штуки у него ладно давайте пообщаемся о чем ты хочешь говорить с одессой мы должны придумать как связаться со всеми остающимися на эпифании с нынешними радиопомехами мы даже не уверены в порядке ли они и где они приземлились но чтобы добраться до корабля на континенте ньютон нам самим придется построить судно и пересечь океан одесса вот вместо судна хочет собрать реактивный шаттл друзья что это такое кто это меня атакует вы видели да что это было вроде бы все стоят мирно никуда не бегут это странная была фигня собираешься остаться здесь да и я немного побуду с одессой ладно но у нас есть еще задание и еще один лагерь вот здесь вот тоже в глубине леса получается но я не хочу сейчас пока туда идти давайте здесь попробуем выполнить какие-нибудь задания вот у этой одессы в частности может она научит нас делать еще и летательный аппарат что вы постоянно обсуждаете разработку корабля отлично не можем ли мы просто до снастить спасательные шлюпки в самолеты да интересно могли бы но спасательные корабли не предназначены для продолжительных полетов в атмосфере и двигатели относительно маломощны поэтому на экваторе есть пояс ветров а потом на на экваторе есть пояс ветров скорость которого 300 километров в час не думаю что мы благополучно провели через них спасательную шлюпку понадобится что-то с корпусом покрупнее и куда более мощными двигателями что за пояс ветров да действительно 300 километров в час метеоролог или астрогеолог наверное ответили бы точнее но все же она на экваторе марии существует штормовой пояс шириной 200 километров увидели его с орбиты помните вызывает его как я помню с чьих-то слов гравитация двух крупных лун обращающихся в квадриальной плоскости марс марии давайте предупредим ее нам говорит рассказал мне я все еще переваривал слегка неожиданно что за ерунда как мы о них не знали ранее с нашими технологиями зондирования это невозможно теперь мне кажется что нас вместе со всей этой миссии швырнули в логово льва кто-то в мкк точно знал и все равно отправил нас черт да среди нас самих есть люди которые тоже знали как пить дать ты знал об этом нет конечно почему ты участвуешь миссии хотелось изменить мир вот и все знаешь мне всегда казалось что человеческая цивилизация развивается лишь тогда когда немногие из нас смело берутся за дел и раздвигают досягаемые горизонты так что для меня войти в программа колонизации было само собой разумеющимся моя сестра тоже полетела но в другую колонию вероятно мы никогда больше не увидимся но мы будем знать что меняем мир у меня наверное просто дух первопроходца в крови молодец она романтик в общем то так подождите с квестами подождите друзья нет давайте-ка поговорим еще с дейтой все она пойдет в лагерь марсиан а у нас лагерь землян поэтому мы сейчас берем одису так лагерь марсиан тоже есть фаха я подумал что мы должны были преодолеть раскол ну да да ты шутишь чтоб тебя о чем только думала губернатор skyrunner а мне она казалась разумным человеком эх ну тут делать больше нечего все полезное что еще можно снять с корабля уже помечено я могу вернуться сюда прихватить что-то в любое время можем идти вот только не знаю пойдет ли с нами дэйта просто дай нам координаты лагеря мы сами туда доберемся не волнуйся ней ну отлично отлично дэйта дэйта ну давайте тоже я возьмем может она тоже сама дойдет пойду в лагерь марса да сама пойдет отлично пускай идет тем более что крест ее мы все равно не выполнили так ну и нам нужно отдыхать друзья спать отдыхать потому что уже и усталость накопилось и время позднее давайте сформируем здесь лагеря такой и поспим поспим мы часов 13 нет стоп 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 надо пожрать перекусить точнее нас от кучи этих лавашей которых я набил с местных аборигенов а вот теперь спать 10 часов здесь есть такая вот анимация время ускоряется друзья наши правда не двигаются надо ладно ну и получается ранее ранее утро четыре часа забираем наш спальничек и и и нам ничего не остается как выдвинуться просто пешочком видимо придется пешочком прогуляться так с нами кто-то идет туда нас с нами идет урол я бы конечно также пролетел но здесь такой номер не прокатит потому что мы видим что идет уклон вверх а нам как раз вот нужно туда без лодки конечно с лодкой вернее было бы гораздо проще нам ну-ка смогу я здесь да немножко пролететь все таки я смогу хотя бы вот на другой берег видишь да вот он высоту теряет очень сильно с высокой скалы до под уклон конечно было другое вот так вот по прямой он плохо летает так давай-ка давай молодец где наша подруга бежит отлично так хочу это у меня такое вирус это я заболел дезинфицирующий спрей нужен блин а я ушел из лагеря вот же блин и чё этот вирус нам ну-ка давайте почитаем повнимательнее запас самочувствия минус 50 здоровье минус 100 распространяется ветром да вот что это было это была не атака это был вирус надо запомнить но видимо это потому что у меня усталость просела бодрость сейчас почему называется бодрость или это статус наш видимо это все таки статус вот и видимо когда проседает вот эта усталость то организм естественно становится более подверженным болезням вот это вот я не знал надо это иметь ввиду и все таки запастись лекарствами это уже сейчас мы добежим куда-нибудь кто-то шипит до цивилизованных мест до лагеря и там если будет такая возможность то я конечно прикуплю необходимое так усталость давайте немножко восстановим да еще болезнь это привязалось да мы видим что вот оно выносливость вот здесь вот ограничено у нас максимальная смотрите какие замечательные скалы вот с них надо прыгать сейчас мы будем отбегать только но я не пользуюсь по понятной причине быстрым перемещением то что здесь все таки места небезопасные встречаются хищники тем более сейчас еще формально ночь могут и крабики перейти поэтому пешочком друзья пешочком телегу нашу я не вижу смысла тоже брать потому что местность сами видите сильно быстрее не будет а вот если нападут то могут повредить нам транспорт наш я кстати видел там у кого-то из колонистов по моему альфонса ракетную турель он продает довольно дорого правда но у меня вот есть мысль попробовать эту ракетную турель в бою с черепахой у нас квест висит хотелось бы его выполнить но подозревая что там нужно будет копать какие-нибудь ресурсы которых у нас нет ну и опять же сам рецепт тоже довольно дорогой а я надеюсь может быть нам дадут его по сюжету очень много дают по сюжету не то что я привык как бы да то что я помню я помню что вот этот вот лагерь в лесу который был до этого которого мы вышли в прошлом эпизоде его нужно было оборонять и там вот нам предлагали это в ранних версиях предлагали строить мощные турели давали ресурсы давали вот рецепты по моему да и в общем то смотрите-ка друзья какой обрыв вот это место я помню там есть пещеры где-то вот в этих стенах есть отверстия и вот очень прикольно когда вот с этим планером получается вот сигануть вот так вот туда вниз и прямо влететь в пещеру но может быть мы это увидим позже нас сюда еще пошлют по заданию давайте сверяться с картой ну мы на полпути по сути не забываем собирать какашки навоз это удобрение насколько я помню да а нам наверное предстоит высаживать огородик все таки так не совсем понятно кто это издает звуки наверное опять птички ну вот все таки в этой в этой новой версии да в релизной хищников в лесу все таки порезали раньше помнится шагу нельзя было ступить чтобы не напороться на какого-нибудь волчару а то и на стаю а сейчас вот совсем халяло стало ну видимо они есть где-то но в таком количестве нет высоты не хватает не хватает высоты и количество их порезали видимо или вероятность спауна или может вообще вырезали их из лесу не знаю ну вот пока что особо не встречаем никаких препятствий и это плохо бластер как освещает дорогу бережем усталость интересно как себя чувствует наша подруга но молчит значит нормально а вот я вижу лагерь уже вижу или этот лагерь нам нужно будет оборонять вот тут я что-то подзабыл возможно здесь это все будет происходить что здесь похожая как бы местность так ну нам по сути нужно просто сюда дойти было да видимо сейчас появится какой-то диалог ага вот какой-то море а ну посмотрите кто это у нас здесь рад что вы справились как вы поживаете госпожа олимпус это видимо вот это вот вера какая-то ты жив говорит можешь поверить случившись конечно приходится верить так и и и и что она за нами идет нет да она все еще за нами таскается давайте посмотрим тут по побочным заданиям ну то есть они спят и во сне разговаривают смотрите мы поговорили с этой верой хотя она спит вот с этой подругой сразу побочное задание я хочу провести кое-какие исследования здесь и доказать что некоторые доказать некоторые из моих теорий лан дали лан гали не знаю я не буду читать ее имя буду назвать ее ланой я исследую биомы этого континента ваша команда приземлилась в степном биоме верно я хочу проверить его ты можешь проводить ооо да что вы зараза заладили всех провожать так кто-то еще был здесь с побочным заданием серша или серва не знаю как правильно хопа такая с земли поднялась ваша команда не сталкивалась с ночными существами похожими на огромных насекомых темные существа агнес называет их муравредами да мы видели их они боятся света так что мы не слишком то опасаемся их насчет туземцев ты шутишь эта планета была одобрена межзвездным космическим комитетом как пригодной для колонизации блин за всем нужно следить как ты думаешь должны ли мы отделиться от марсиан политика конечно почему нет обычно мы не получаем никакой пользы от взаимодействия с марсианами ну и задание я на этой планете потому что мне всегда хотелось стать настоящим искателем приключений как герои из моего детства но я не знаю с чего начать я думаю для начала чтобы почувствовать себя искателем приключения мне нужно подходящее оружие можешь дать мне стальной меч помните в neverwinter nice была такая деваха которая тоже хотела стать искателем приключений и требовала экипировки я вот сразу я вспомнил сейчас давайте скрафтим ей меч у меня вроде бы есть рецепт только нужна сталь 14 единиц аж на жаль конечно надеюсь она нам даст что-нибудь полезное взамен так так и меч я не знаю зачем ей такой меч он довольно отстойный куда она убежала так то есть они теперь вдвоем будут отыскаться но это вот лучница хотя бы она может воевать так ну-ка подожди хватит спать так пять гранат ну ладно но это еще не все я на этой планете потому что так но это я понял уже да мне нужен щит стальной блин а вот по-моему у меня нет рецепта стального щита я их как-то и не собирала даже и не собирался крафтить нет есть все-таки есть 17 стали блин что дорого ты мне обходишься подруга очень дорого так стальной щит как бы это и не была отсылка собственно говоря в интернете потому что там у той девахи тоже были запросы не слабо еще пять гранат свой собственный меч и щит так у тебя вот есть какой-то щит ведь что ты его не взяла так что теперь тебе надо пойти следовать окрестности пойти следовать окрестности ты конечно же пойдешь со мной не так ли вот то есть здесь ограничения есть нам придется видимо таскаться вот с этими двумя ребятами но здесь есть еще сюжетное задание может быть мы сможем взять его и кстати здесь вот зачатки базы смотрите-ка что это у них тут это просто декорация я честно говоря не помню как выглядит управляющая вот эта панель базы видимо это не она давайте поговорим с этим мориком что он нам скажет куда отправит может быть все таки мы сможем взять у него задание да все таки вот эта база она нуждается в защите здесь нам придется отбиваться и здесь нас будут учить и строить в общем то уже укрепление хитоми сказала а где вы но я ожидал увидеть больше людей ты встречался с ней когда же она вернется что она тебе сказала что у нас было 9 человек видишь ли Ава ушла с марсианином на запад в пустыне чтобы исследовать странный сигнал радиопомех а Агнес ушла куда-то чтобы проверить животных я думаю что Агара Атара отправился на поиски выживших на юг вблизи побережья блин у вас какой-то здесь не не организовано все прямо вот кто хочет куда хочет туда и ходит а мне всех собирать какая у вас была посадка не думаю что мягкая действительно ужасно похоже что инерционная навигационная система была не в порядке с момента вылета из ангара и все таки мы живы это хорошо что же случилось с гребанной эпифанией мы думаем что пролетающие ледяные кометы ну какие же кометы это мог быть саботаж устроенный антиколонизационными организациями что-то херню какую-то порет действительно так нет подожди с тобой мы пока что не будем говорить я хочу вот с этим вот общаться уже встречал туземцев ты должно быть шутишь это означает что они первый разумный вид с которым когда-либо сталкивались люди я так рад что отправился в это путешествие наши имена выйдут в историю если они не перебивают нас конечно опять ролл вмешивается ты должно быть шутишь вы выиграли ну как выиграли мы сбежали скорее я нашел группу выживших на востоке старик картер жив должно быть проклинает шторм я бы чувствовал себя гораздо безопаснее если бы Чен был рядом почему они не пришли с тобой доктор картер хочет чтобы я основал базу для длительного проживания что ж если ты хочешь узнать как основать поселение тебе определенно нужно поговорить с Сатарой он специализируется на этом он ушел куда-то на юг поискать выживших на побережье давай поставлю отметку на карте примерно в эту область так альфонсо здесь вот еще хочет отковоться я рад слышать что марсиане неплохо справляются но этот высокомерный дурак который думает что принимает важные решения это на грани нарушения нашей директивы я не согласен с его планом изоляции я как-то не ожидал что такой ярый националист по сути сюда он вел себя по пути сюда он вел себя вполне дружелюбно со всеми ролл опять меня это слегка удивило вроде бы весь смысл путешествия сюда был в том чтобы оставить позади все мелкие раздоры но за этим планом по-видимому стояла губернатор скайранер и поэтому многие марсиане его поддержали видимо она тоже марсианка так найти Атара давайте смотреть карту ох 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 нифига у нас тут разброс но вот это вот поближе с Атара видимо туда мы отправимся и может быть получится все таки нам снова спланировать здесь место не очень подходящее но я сейчас попробую где-нибудь вот здесь вот прыгнуть не думаю что мы так удачно долетим как в прошлый раз нет видимо не долетим я уже вижу что хотя какую-то часть пути хотя бы мы пролетим деревья прозрачные к счастью они не мешают нам лететь но видимо не сами деревья а крона крона прозрачная а ствол видимо все таки имеет какую-то модель как это сказать слово забыл ну ладно главное что мы летим смотрите получилось получилось очень хороший уклон здесь рельеф местности позволяет нам так вот провернуть такой финт ушами а вот сейчас вот мы можем нет смотрите здесь тоже прозрачно а вот местечко интересно здесь вот будет у нас битва вот с этими вот ребятами и кстати говоря уже сейчас сейчас нам нужно сделать вираж и ой 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 бедняги заложить вот такой вот вираж нужно главное не попасться к ним в лапы они довольно сильные твари здесь вот нас ждет этот отара где-то где-то здесь так ну давайте мы как-то да вот с посадкой проблема небольшая проблема с посадкой у меня сейчас придется видимо плыть давайте вот так аккуратненько аккуратненько опа нормально да нужно как-то заранее планировать посадку я отвлекаюсь ну что экшончик немножко у нас осталось мало времени друзья давайте наверное я здесь прервусь экшончик мы оставим на следующий эпизод сегодня у нас была болтовня в основном полеты опять вот кстати корабль смотрите вон там ребятки но мы с ним будем общаться в следующем эпизоде надеюсь вам нравится мне очень нравится наконец-то я летаю спасибо вам за внимание за ваши комментарии пожелания и до новых встреч